В одном из центральных выставочных залов Алматы состоялась выставка юных дарований сестер Батырбековых. Они представили публике около 50 творческих работ. В своих картинах девочки отразили яркое непосредственно свое видение окружающего мира. Помимо традиционных материалов, цветного карандаша, акварелей и фломастеров, представлены также работы в технике пастель, гратографии и даже роспись по шелку. Выставка не является узкотематической, что и невозможно для персональной. Потом все-таки с учетом возраста разрабатывать какую-то сложную художественную эстетическую концепцию я не видела смысла. Все, что делают дети, это всегда ярко, искренне, трогательно. Несмотря на свой юный возраст, художницы неоднократно участвовали в различных конкурсах и выставках. Особо удачными работами сестер преподаватель считает картины «Человек и птица», «Человек и дерево» и «Человек и животное». Первый национальный мультфильм в формате 3D «Яртостик» и «Айдахар» успешно стартовал в казахстанских кинотеатрах. Режиссерами стали авторы сценария Рустам Туралиев и Жакен Даненов. Работа над картиной велась более трех лет. Изначально задумывалось создать фильм в рисованном формате, но позже решили сделать его трехмерным. Основой сюжета послужил народный казахский эпос «Аджигити Яртостики», обладающего неземной силой. Фильм, который мы только впервые снимаем в таком объеме, было, конечно, сложно. Был сценарийный вариант, когда все это в такой несколько эпической форме, сохраняя все сюжетные линии, был такой вариант. Но потом пришлось откажаться, и мы сюжет так упростили, скажем. Бюджет картины составил более миллиона долларов. В прокате фильм предлагается на двух языках – русском и казахском. Кроме того, скоро в продажу должны поступить и различные канцелярские атрибуты с героями Яртостика на обложке. В Алматинских кинотеатрах стартовала премьера фантастического приключенческого боевика «Бросок Кобры-2. Возмездие». Большинство агентов команды G.I. Joe уничтожено по приказу командира Кобры. Под их контролем оказываются все мировые лидеры с передовыми боеголовками, которые вызывают серьезную угрозу для населения. Удастся ли оставшимся в живых агентам G.I. Joe спасти мир и устранить врага? Вы узнаете, посмотрев фильм. Билеты доступны в кассах кинотеатров города.